Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях студенты первого курса Камсом ГИМО Денцова. Здравствуйте, ребята! Добрый день! В первую очередь, конечно же, хочется вас поздравить с поступлением в заветный ВУЗ. Я знаю, что вы к этому шли очень долго и приложили максимум усилий. Соня, Николай, хотелось бы, конечно же, сегодня, чтобы вы поделились с нашими телезрителями секретом вашего успеха. Что необходимо сделать, чтобы поступить в ведущий ВУЗ нашей страны? Соня, давай! Ты у нас золотая медалистка, приехала из Твери. Расскажи, как тебе это удалось? Как удалось тебе поступить в МГИМО? Что-то невероятное. До сих пор не верится. Вот мы сейчас обсуждаем, как хорошо, что я здесь. Лично о моем опыте и что я могла бы посоветовать, что, скажем так, стало ключом к счастью, это захотеть сдать именно предметы, выбранные тобой, хорошо. Потому что я знаю, вот очень часто у меня собственные друзья сдают невероятно большое количество предметов по совету учителей, родителей, но они сами этого не хотят. То есть выбирают не свои программы, направления, а я понимаю... Какое направление ты выбрала? Юриспруденция. Я студентка международно-правового факультета, вот, издавала общество знания, русский и английский язык. Примерно с какого возраста ты уже точно понимала, что хотела бы окунуться именно в юриспруденцию? Думаю, с девятого класса, когда мы стали, скажем так, перед выбором именно экзаменов ОГЭ в девятом классе. Вот, я готовила также общество знания, сдала достаточно хорошо. То есть мне уже было достаточно легко в одиннадцатом классе прийти к этому осознанию, что нужно выбирать общество знания. Вот. Но все равно узнала очень много нового к ЕГЭ, все-таки другой экзамен. Как подготовиться к ЕГЭ? Как набрать тот заветный балл, чтобы при сложении всех своих плюсов оказаться в выбранном ВУЗе? Использовать не один источник, а очень много книг, литература, фильмов разнообразных. Вот я на самом деле думаю, что, возможно, не добрала какие-то баллы, да, именно из-за этого. Вот мне бы хотелось, чтобы мне тогда посоветовали это. Смотреть фильмы, допустим, также посвященные... Если сдаешь историю, разнообразные культурные программы очень это помогают. Книги могут быть не обязательно учебниками, то есть художественная литература иногда могут всплыть как бы на экзаменах факты, как раз очень удобно. Какие вопросы были ли у тебя, именно какие-то каверзные, что пришлось доставать из памяти, просто вот выдергивать тот нужный файл, тот нужный ответ? Важно успокоиться в самом начале, как раз убедить себя, что нет ничего каверзного, ты все знаешь, подумать, съесть шоколадку. Это обязательно. Обязательно. Вот он, золотой ключик. Шоколад был со мной, да, на всех экзаменах. Какой шоколад? Какой шоколад? Вдохновение. Вдохновение, чтобы вдохновиться, написать на наивысший бал. Ты еще и золотая медалистка. Верно. Всегда училась на 5? Да. То есть с 5 класса. С 5 класса. Ну прям и хотелось уже осознанно с 5 класса стать, принести домой золотую медаль. Вы знаете, дело не в том, что именно хотелось вот этот золотой кусочек, какой-то кругляш, да, золотой. Это уже, знаете, состояние души. То есть как раз с 5 класса я уже просто понимала, что это дисциплинирует, то, что у тебя как бы статус именно отличницы. Меня само это толкало, скажем так, на какие-то свершения, потому что олимпиадников, точнее медалистов, отправляют очень часто на региональные олимпиады школьников, в чем я тоже принимала участие неоднократно. И все это в совокупности, я думаю, именно принесло мне в итоге заветное, как бы, поступление мое. Николай, у тебя в аттестате, в итоговом аттестате две четверки. То есть не золотой медалист, но, тем не менее, это тебе нисколько не помешало поступить в МГИМО. Ты приехал из Уфы. Именно. На какое направление поступил и в чем твой секрет? Я поступил на направление бизнес-форматика. Если быть конкретнее, это анализ моделирования социально-экономических процессов. И секрет моего успеха заключается в том, что я решил, что надо работать. То, что по жизни меня никто за ручку не поведет. То, что я сам должен стать кузнецом своей части. Все-таки, когда, Николай, пришло вот это осознание, когда ты решил, вот проснулся и сказал, все, только сам. Если быть честным, лет с 10 на 11 класс я абсолютно не знал, что делать со своей жизнью. Я не знал, куда мне направиться, куда вложить свои силы, чего я хочу от жизни. И в какой-то момент, это было в сентябре, 2 или 3 числа, когда я понял, все, этот год для меня переломный. Я должен что-то решить. Это был 11 класс? Это был 11 класс. Я понял, что откладывать дальше нельзя. Я сейчас должен что-то решить и работать, чтобы достичь своих целей. А вот к этому, ко всему, подводили ли тебя родители, педагоги? Придавили ли они на тебя? В том числе, предопределили ли они выбор твоей профессии? Я скажу, что да, потому что от учителя самое главное, чтобы он тебя вдохновил. И тогда ты уже своими силами сможешь достичь каких-то знаний. Учитель — это именно тот, кто тебя подталкивает, кто даёт тебе энергию творить и делать что-то. Была ли шоколадка в твоём кармане, когда ты шёл на игр? Нет. Все знания, они живут здесь. Ничего тебе не надо. Ты всё можешь. Как готовился, что читал? Смотрел ли фильмы, как это делала София? Или у тебя был свой алгоритм пошаговый? В тот момент, когда я проснулся 3 сентября, я осознал то, что мне надо работать и чего-то достигать. Я в тот же день сел и усиленно 3 или 4 часа занимался. Я смотрел информацию в интернете, я перерыл шкафы, нашёл интересную литературу. Я искал всё, что может мне помочь в дальнейшем. Я готовился 10 месяцев, получается. Я спал по 5 часов. Я всё своё свободное время посвящал учёбе. Каждый день у меня были репетиторы, кроме воскресенья, потому что надо всё-таки отдыхать один день. И да, весь 11 класс прошёл вот в этом обучении, погружении с головой в учёбу, в книги. Потому что вся информация, которую ты получишь за это время, она тебе 100% пригодится. Ненужной информации не бывает. Как проходило само поступление МГИМО? И что ты почувствовал в тот момент, когда увидел свою фамилию в числе зачастников студентов? Я был неимоверно счастлив. Как-никак, МГИМО, господи, я один из лучших вызов в стране. Я был неимоверно счастлив. И я понял то, что все эти усилия, все эти 5 часов сна на протяжении 10 месяцев, они окупились. Теперь я здесь, теперь я готов ещё к чему-то большему. Ну то есть, всё-таки самое главное – это цель. То есть, есть цель, и ты уже, у тебя перед тобой все средства. То есть, только нужно взять и воспользоваться ими, и получить те знания, которые пригодятся при поступлении. Вы не жители Подмосковья, вы приехали, ты приехала из Афы, София приехала из Твери. Как вам наш город? Как вы здесь устроились? Как проходит жизнь? Не было ли страшно уезжать так далеко от дома? Коль. Страх, конечно, был, но я потом вспоминал то, что я прошёл ЕГЭ, то есть, я уже закалён к всему, я готов к самым тяжёлым жизненным ситуациям. И здесь прекрасно, на самом деле. Я не ожидал, что здесь будет так красиво. Тут куча зелени, люди довольно добрые, чего я не ожидал от Москвы. Мне всегда рассказали то, что в Москве и по Москве все злые, все будут на тебя косо смотреть. Нет, это не так. Довольно милые, добрые люди. Говорить понаехали тут, да? Нет. Такого, естественно, нет. Нет, МГИМО кипит, бурлит, творческая жизнь, вовлечены ли вы в неё? Потому что я так понимаю, что в 11 классе вам пришлось отказывать себе во всём. Если уж вы спали только по 5 часов, чтобы подготовиться к экзаменам. Как с творчеством обстоит дело? Со спортом, с творчеством? Да, сейчас, когда я поступил на первый курс, я отрываюсь по полной. Я записался в КВН, хотел записаться в театральный кружок, но понял то, что времени не хватает. Также я начал заниматься плаванием. Я в какой-то момент своей жизни это бросил, чтобы подготовиться к экзаменам. То есть в 10 классе я уже и перегорел. То есть я не хотел заниматься спортом. И было какое-то давление от того, что экзамены, я должен всего себя подсветить в учёбе. Сейчас я возвращаюсь, опять плаваю. Вот недавно выступал на соревнованиях, занял четвёртое место. Я мог лучше, не спорю. И да, теперь я чувствую, что я готов к чему-то большему. Я становлюсь частью любой активности, любой инициативы, потому что я хочу заниматься чем-то большим. Всё-таки вот этот выдох произошёл, да? После зачисления выдохнули, всё. Да. Новая жизнь, теперь всё по-новому, в общем-то, с чистого листа. Да, можно сказать и так. София. Не соглашусь, что выдохнули. Вот тоже, если вспомним момент, когда я узнала о своём зачислении, я была так же неимоверно рада, потому что действительно всё окупилось, всё получилось, но в то же время, знаете, через секунду я поняла ещё большую ответственность, что теперь я должна не подвести учителей, не подвести саму себя. Потому что знаю несколько примеров, когда люди после своего поступления, они как раз расслаблялись. Нельзя себе такого позволять. То есть нужно как раз в новой обстановке не расслабляться и продолжать работать. Это важно, мне кажется. Мне вот интересен ещё один такой маленький нюанс. Кому вы первому позвонили после того, как узнали, что зачислено МГИМО? София. Маме. Маме. Мамочки, конечно, маме. Николай. Папе. Ну, естественно, безусловно, первые были это родители семья, потом уже, наверное, педагоги. Чтобы разделили счастье. Какую роль вот всё-таки именно педагоги сыграли в вашей жизни и вот в вашем успехе? Это такой первый серьёзный успех в вашей уже взрослой жизни. Вот что хочется отметить именно о роли педагогов в моём поступлении. Я не представляю, как нужно верить в человека, чтобы действительно до конца и от самого начала и до финальной точки именно держать вот за руку, поддерживать. Мои учителя, они ведь тоже переживали со мной невероятное количество и поражений, и огорчений на тех же Олимпиадах. Потому что, признаюсь, я очень хотела дойти до всероссийского этапа Олимпиады школьников. К сожалению, не получилось. Но вот всё равно до конца были со мной и верили так, как я в себя не верила. Какую роль сыграли учителя в твоей жизни и в твоём успешном поступлении в ГИМО? Да, учителя, они в первую очередь дают тебе эту страсть к учению. Это желание учиться, изучать новое. Я за это очень благодарен моим учителям, то, что они поселили во мне этот огонь, желание развиваться, творить, становиться лучше. И на самом деле в обучении очень важен вот этот человеческий фактор учителя, который тебе не просто является каким-то человеком, преподающим в здании, а твоим другом, твоим наставником. Самая главная задача, которая перед вами стояла этим летом, она достигнута. Вы поступили в лучший вуз страны. Какие сегодня перед собой ставите цели? Чему хочется научиться? Где побывать? Что узнать? Возможно, работать уже в какой-то компании, потому что в ГИМО очень часто приезжают разные люди, знаменитые люди. Добившиеся успеха люди, которые своим примером могут подтолкнуть тебя тоже. Замотивировать. Познакомиться с этим количеством людей, которые могут тебя вдохновить. Вот как раз я обожаю работать с людьми, чего не позволяло себе в 11 классе, вот так как нужно было сосредоточиться на учебе. Сейчас я могу похвастаться, что я состою в волонтерской организации нашего филиала. Ребята потрясающие, атмосфера очень уютная, успокаивающая. Но в то же время мы работаем. Впереди универсиада в Красноярске, куда, возможно, кто-то из нас поедет. Как раз от нашего филиала. И где можно будет познакомиться с потрясающими разными спортсменами, также участниками, которые там будут, организаторами. Тоже научиться чему-то новому. Опять же, в УОЗ дает огромное количество преимуществ. Того, о чем бы ты, наверное, даже не могла бы мечтать в своем городе. Не мечтала. Ну и чего бы, наверное, не произошло. Николай, ну а для тебя? Ну, мои стремления сейчас на текущий момент – это всесторонне развиваться. Я хочу проявить себя во всех сферах, потому что во мне проявилась эта мотивация. Я понял то, что я могу добиться всего. То есть не бывает неуполнимых задач. Для того, чтобы чего-то достичь, надо просто работать. Не важно, в каком городе ты живешь. Не важно, в какой школе ты учишься. Конечно. Кто находится рядом. Ведь это все, в принципе, не имеет никакого значения. Да, ты всего можешь достичь. Получилось у тысяч людей до тебя. Почему у тебя не получится? Ты абсолютно… Ты можешь делать не только так же, как они. Ты можешь делать лучше. Главное – не волноваться и много-много… Работать. Учиться. Правильно, много-много работать, учиться. Ребят, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли в нашу студию. Я думаю, что мы просто сегодня замотивировали всех, 11-ти классников, на успех, на успешную сдачу, в первую очередь, ЕГЭ. Ну и, конечно же, поступление в те вузы, которые для них на сегодняшний момент являются приоритетными. Вам успехов, только побед и никаких поражений. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok